добрый день мы с вами продолжаем темы связанные с усвоением языка и сегодня наша лекция посвящена этапом овладения первым языком когда мы говорим о том как все-таки овладевает первым языком по крайней мере большинство ученых склоняется именно к этим точкам зрения то мы говорим о том что такое просудия и как это понятие озвучено в лингвистике просудия связано с элементами речи которые не являются отдельными фонетическими сегментами это могут быть гласные согласны однако они являются слогами и они могут иметь свойства слогов и более крупных единиц речи включая лингвистические функции такие как интонация ударение и ритм во владении первым языком можно наблюдать определенные фазы которые проходят одна за другой и в которых ребенок постепенно усваивает звуки словарный запас и грамматику первого языка первая фаза называется пренатальная и здесь самую большую роль играет орган связаны со слухом это конечно ухо ухо один из первых органов который начинает функционировать у человека через неделю после оплодотворения у зародыша уже формируются зачатки ушек примерно через четыре с половиной месяца орган слуха это именно лабиринт с улиткой полностью развивается и достигает своих окончательных размеров это позволяет плоду получить свой первый языковой опыт из-за внутриутробных условий то есть это будут состояние матки и амниотическая жидкость они будут действовать как фильтр нижних частот восприятие преимущественно и будет просадическим аспекты и сами интонации конечно в таком состоянии для зародыша ограничены здесь будут передаваться низкие частоты от 500 до 700 герц уровень давления конечно будет значительно падать с повышением частоты большая часть присутствующего внешнего шума не маскируется биологическим шумом уровень очень низких частот то есть менее 300 герц достигает значений которые аналогичны таковым и во внеутробном состоянии материнский голос и голоса рядом с матерью отчетливо выделяются на фоновом шуме если они выше 100 герц и помимо просадических признаков разборчивы некоторые фонемы ослабление материнского голоса очень незначительно вплоть до усиления за счет костной проводимости в результате вот этих вот явлений дети могут узнавать голос своей матери уже как только они сразу рождаются и они уже могут узнавать свой родной язык и какие-то истории или мелодии которые часто им представлялись и во время беременности это распознавание основано на просадических факторов они не могут различать звуковые последовательности без просадической информации однако текущие исследования показывают что дети в утробе матери уже лучше понимают язык и могут различать разные голоса и отдельные слоги так что как считают ученые по мелодии плача младенца можно сказать он из среды французского или немецкого происхождения то есть откуда же они родом получается что если ребенок французского происхождения то они предпочитают восходящие паттерны мелодии а те которые например немецкого происхождения они про вас производят более нисходящие паттерны следующий этап он связан с периодом от рождения до 20 месяцев и здесь в основном новорожденные двигают или расширяют глаза в ответ на громкий шум они выражают удовольствие или неудовольствие смеясь хихикая плача и улыбаясь от шести до восьми недель младенцы совершенствуют свои навыки слушания ищут источники звуков и окружающей среды которые имеют определенные просадические характеристики новорожденные сдают звуки рефлекторно например во время еды и в этой фазе еще нельзя говорить об осознательном подражании звуком крик служит выражением дискомфорта и желания заботы коммуникативная функция усваивается через реакции опекуна а крик становится более дифференцированным предпочтение младенцем восприятие пауз прерывание естественно структурированных текстов по сравнению с таковыми в искусственных текстах а также предпочтение предпочтение малышей в плане согласия между тем что говорится и изображением по сравнению с несогласием указывают на ранее грамматическое понимание детей от двух до четырех месяцев в этот период нервные структуры ребенка развились до такой степени что теперь он смеется и может произносить свои первые звуки это в основном гласные вскоре после этого он будет произносить слоги есть первичные звуки например он может делать звук полоскания горла бормотание чмокание рычание или выдувание какого-то мусора прежде чем ребенок заговорит он способен понять значение знаков то есть язык жестов и использовать их для самовыражения от пяти до девяти месяцев это следующий этап и здесь уже встречается так называемый канонический лепет который характеризуется удвоением известных слогов и представляет собой предшественник словообразования нарушение когда возникает лепет является хорошим предиктором более поздних речевых нарушений родители часто с радостью переоценивают это упражнение например когда ребенок говорит мама или папа и таком таким образом явно называет человека на самом деле эти фонетические цепочки как считают специалисты будут случайными поскольку рассматриваемые вот эти вот воспроизводимые звуки или телефоны их легко сформировать связывать слова со значениями ребенок может лишь позже когда фонологически компоненты языка объединяются разнообразный сенсомоторный опыт будет предпосылкой для растущего понимания языка и кроме того будут отрабатываться мелодии предложений и речевые ритмы в период от 10 до 14 месяцев малыш начинает формировать простые слова которые обычно являются очень специфическими социальными словами используемые только в контексте например такими как есть и спать другие слова изначально объектно постоянны и произносятся только тогда когда названный человек устанавливают зрительный контакт предвестниками являются протослова в которых ребенок впервые связывают вокализации с определенными ситуациями предметами людьми и действиями малыш формирует предложение из одного слова и она когнитивно способна говорить об отсутствующем компоненте 18 месяцев это следующий период и его характеризуют как веселье и некоторые дети достигают здесь отметки в 50 слов это будет в основном экспрессивная лексика это считается важным потому что с этого момента усвоение слов происходит намного быстрее происходит взрыв словарного запаса который основан на знании того что все слова имеют семантическое содержание и следовательно все вещи могут быть названы ребенок выполняет простые двойные приказы возникает первый вопрос возраста какие вопросы обозначения и где задаются вопросы исследование языкового центра в головном мозге показывает что в обработке речи участвует ряд относительно широко распределенных областей и что большинство областей обработки речи развивается на втором году жизни в доминантном полушарии головного мозга у человеческого зародыша ухо уже полностью формируется через четыре с половиной месяца как один из первых органов и может приобретать первые языковые впечатления глухие или слабослышащие которые не получают лечение например с помощью слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов они молчат для почти естественного развития развития речи слухоречевая терапия должна начинаться в первый год жизни этап два года к этому возрасту дети обычно достигают волшебных 50 произнесенных слов если они не набирают минимум 50 слов их называют поздноговорящими они используют повседневные слова которые слышали дома и произносят простые предложения из двух слов кроме того в этом возрасте они разучивают свои первые песни происходит создание слов и ребенок понимает гораздо больше высказываний и знакомые повседневной жизни чем раньше примерно в возрасте двух с половиной лет используется слово я а также она образует эхолалию предложений или частей предложений процессе развития синтаксиса могут возникать сверх регуляции например при склонении неправильных глаголов по образцу правильных глаголов я говорю сейчас об английском языке которые не следует интерпретировать как задержку развития в смысле недорегуляции этап три года теперь простые глаголы предлоги прилагательные и местоимения используются и понимаются теперь дети могут чаще составлять полное предложение и определять источник звука этап от четырех до пяти лет речь теперь понятно но ошибки произношения все еще могут возникать с более длинными или более сложными словами например в случае кластеров согласных отдельные согласные могут быть опущены например при замене шприца на шип происходит процесс удаления пропуск безударных слогов сокращение слогов например происходит замена локомотив на ломокотив активный словарный запас быстро увеличивается и большинство детей этого возраста уже могут следить за разговором с детсадовского возраста внешне усвоенный язык интериоризируется с этого момента язык становится не только средством молчаливого мышления но и важнейшим средством решения психологических задач например при удержании фактов дети усваивают язык не просто в соответствии с бихевиористским принципом оперантного обусловливания не в соответствии с рационалистическими представлениями о бессознательных правилах которые реализуются в данное время а в соответствии с культурно-историческим подходом к языку который предполагает коммуникативную функцию языка во взаимодействии с другими людьми и не предполагает когнитивистского мышления перед тем как говорить а приходит к так называемым внутренним процессом через речь выученное поведение оставляет следы в коре но соответствующие нейронные паттерны не закрепляются постоянно в смысле статической организации или локализуются раз и навсегда в ходе развития ребенка эти паттерны реорганизуются и микроструктуры также меняются в следующих фазах жизни в смысле так называемой пластичности нейронов мы с вами закончили обсуждение данного вопроса а сейчас спасибо за внимание